Друзья, привет всем! Я Димас, вы на канале Кукс Браза Хукс. Сегодня самый будет простой рецепт, как бы он популярен был вообще давно таким способом готовки. Но вот последний год, наверное, вообще бум был, случился какой-то непонятно. Майонез будем готовить сегодня простым способом, прям пи-щик. Это нарушает, в принципе, по идее, все способы приготовления. Но если есть блендер, грехом не воспользоваться, как бы это большой плюс. То есть, сэкономите время не только на производстве, где вы работаете, допустим, и дома. Так как это настоящий домашний майонез, в принципе, получается. Секреты там провансали никто не знает, а вот этот секрет простой мы все знаем. Так что сейчас приступим к приготовлению этого простого майонеза. Но, с другой стороны, достаточно очень сложно. А что нам для этого понадобится? Для этого понадобится любая чаша для поврежденного блендера, либо баночка. Чтобы банка удобная была у вас, чтобы нога входила свободно. Ну, как чаша, вот, допустим. Ну, в принципе, она в любую трехлитровую или вот литровую, полулитровую банку с широким горлом входит. Будем использовать одно яйцо. Для одного яйца расчет такой где-то 200 миллилитров масла растительного. Средний. Плюс-минус 50 миллилитров вы этим ничего не испортите. У вас просто будет либо гуще, либо более жидкий майонез. Мы добавили масло. Ну, вот, и аккуратно туда разбиваем яичко. Лучше стараться разбить его, чтобы желток остался целый. Вроде у нас получился целый желток. Замечательно. Чтобы сделать майонез вкусным, нужно соль. Где-то одну треть соли берем. Сахара. Чайная ложка. Такая небольшая горка. Сок лимона. Можете, сок лимона можете не добавлять, но можете его добавить в конце вообще. Он просто будет ваш майонез более жидким, если вы сок лимона добавите. Ну, вот мы добавим буквально пол чайной ложки нашей экстракты. Также добавим горчицу. Горчица вообще добавляется любая. Какая-нибудь женская, вкусная. Ну, где-то чайная ложка. Вот русская у нас есть, более острая. Мы ее добавим. И уксус. Опять же, можно добавлять как бы уксус. Это вот определяющий момент. Нужно добавлять его. Яблочный, обычный, неважно. Но самое главное, ну, как бы, если у вас нет сок лимона, ну, укс должен быть обязательно присутствовать, кислота. Чтобы у вас получилось сбилось. Все очень просто. Добавляем одну чайную ложку. Ну, и как говорят, все главный момент. Опустить наш блендер на желток. Выпустить воздух. Постараться. И начинать сбивать. Вот смотрите, попал воздух, и блендер перестал работать. Ну, нам вот повезло, как бы, у нас майонез сбился. Когда сбиваете, вот, не надо, чтобы воздух выпадал. Ну, все, все готово, в принципе. Вы уже никогда его не перебьете. У вас майонез получился. А если у вас отсекся, такая же масса у вас получилась жидкая. Я как бы не буду это показывать. Жидкая масса получилась, отсекся, не переживайте. Не надо выливать это все. Просто перелейте там из этой гастроемкости, в которой вы готовили, в неполучившуюся массу. Вылейте там в определенную, там, другую посуду. Соберите такой же компонент, все комплектующие, в том же порядке. И попробуйте сделать заново без воздуха, выпустите воздух. У вас получился такой майонез. И вот, что вот эта смесь, которая у вас не получилась, как бы, якобы отсеклась. Вы просто постепенно сюда добавляете. Ну, как бы, за несколько заходов, не быстро, чтобы блендер у вас справлялся, если вы не делаете венчиком. И у вас получится просто двойная порция майонеза. Все. Тот продукт, он не испорченный. Он просто у вас отсекся. Попал воздух, и процесс химической реакции не получился, вот этот майонез. Потому что вот в таком виде он может только отсечься в жаре, в большой жаре, либо в минусе. Там плюс 50 он отсечется, у вас отделится масло и все компоненты. И в минусе он замерзнет, вы его оттаете, и у вас просто получится вот эти небольшие компоненты и масло. Растительное, как бы, обычное, что вы до сюда добавляли. А так он вот сейчас там плюс 10, плюс 15, он будет стоить спокойно, и с ним ничего не будет. Ну вот, попробуем на вкус, что у нас получилось. Я вот сейчас поперемешаю. Как бы лучше чуть-чуть дать постоять, чтобы вот соль, сахар у вас немножко растворились. Вот, но он очень густой, очень хороший, вот. Хотите больше густой, чуть взбейте и масло добавьте еще. Ну, мне кажется, это отлично. Я еще сок лимона добавил. Прекрасный домашний майонез. Вот, так что такой рецепт майонеза, чуть вам поподробнее что-то рассказал, может быть, добавил. А так, в принципе, все это делают очень быстро, действительно, секунду. Вот, главное, соблюдать вот эти тонкости, небольшие моменты, если вы хотите это быстро сделать. Так что, всем приятного аппетита. Намного вкуснее, чем в покупной магазине майонез. Делается за секунды компонент те же самые, только меньше с химией. С вами был Немас, оператор Антон и вкусный домашний майонез. Пока-пока. Ну, короче, нарежу чуть-чуть.